Уважаемые телезрители, сегодня в нашей студии проректор по научной работе Казанского Федерального Университета Денис Карлович Нургалиев. И с вами я, журналист Альберт Бекбов, и сегодня мы поговорим о многом, но начнем в первую очередь с обсуждения концепции научного центра мирового уровня, который сейчас у нас создается и работает в Казанском Федеральном Университете. И после этого мы поговорим вообще, для чего наш университет занимается исследованием жидких углеводородов, своевременно ли это, актуально ли это, и поговорим вообще об отрасли. Здравствуйте, Денис Карлович. Добрый день, добрый вечер. Вот начнем с того, что совершенно недавно, в этом году, в июле, был Путином издан 474 указ о национальных целях Российской Федерации до 2030 года. И в нем прозвучала вот в этом указе концепция научных центров мирового уровня функционирования. И они работают, естественно, в рамках большого национального проекта «Наука». Вот мы знаем, что у нас в КФУ достаточно серьезные подвижки, успехи достигнуты в этом направлении. То есть у нас есть научный центр мирового уровня, рациональное освоение запасов жидких углеводородов. Уже получены какие-то гранты, и есть какие-то действительно значимые достижения. Давайте вот расскажите нам, что это вот за центр, и для чего они вообще нужны. Да, это здорово, конечно, действительно. Вот мы получили такой грант на создание центра мирового уровня в этой области. 135 миллионов, да? Пока в этом году 135 миллионов, да. Вообще общая сумма этого гранта, она где-то около 2,5 миллиардов рублей. Ого! Да, и значит, в этом проекте участвуют 4 университета. Казанский федеральный университет, головной университет. И, значит, Сколтех, Губкинский университет, известный всем московский университет, да. И Уфимский нефтяной университет. То есть, на самом деле, это одни из крупнейших нефтяных университетов России, которые выпускают очень значительную долю нефтяников, геологов, которые работают сегодня в нефтегазовой промышленности нашей страны. И, конечно, это, конечно, не просто так было, да. Все, пришли и победили, да. Действительно, была такая серьезная борьба, серьезная конкуренция была. И, конечно, были вот эти вот 10 лет, которые прошли с момента того, что мы создаем вот эту вот нефтегазовую отрасль, нефтегазовое направление в Казанском федеральном университете, да. Мы превратили его в институт геологии нефтегазовых технологий. То есть появились нефтегазовые технологии. Мы поняли, что Ильшат Радхозов говорит, что переименуем его в нефтегазовые технологии. Наверное, может, это не всем понравится, но переименовали. Потом начали насыщать его. Насытили, купили оборудование, пригласили людей, темы. И сегодня этот институт работает полной силой. И сегодня он вышел за эти 10 лет, даже меньше даже. Он стал, по сути, лидером во многих направлениях в России. И то, что мы получили создание центра мирового уровня, и то, что мы главная организация в этом центре, причем с уважаемыми нашими коллегами из Губкинского университета, которые почти 100-летнюю историю имеют нефтяную. Такие традиции. Да, это, я думаю, 80% работающих специалистов нефтегазовой отрасли, это выпускники этого университета. Остальные, наверное, 15% это Уфимский университет, Уфимский нефтяной университет. И тут мы молодые такие, тем не менее, мы заняли такое лидирующее положение в этом центре. Почему в этом направлении этот центр создан? На самом деле, в стратегии научно-технологического развития Российской Федерации есть 7 направлений, в которых Россия должна двигаться и должна стать лидером. Эти 7 направления построены как ответы на глобальные и большие вызовы для Российской Федерации. Это некие факторы, которые будут сдерживать наше развитие нашей страны в ближайшие десятилетия. Нам нужно преодолеть эти проблемы, эти факторы, победить в этой борьбе и двигаться дальше. Один из вызовов связан с необходимостью производства все большего количества энергии. Причем мы должны производить ее с меньшими экологическими потерями. И причем этот продукт, который мы будем добывать, производить, топливо, пластмассы, другие продукты нефтехимического производства, они должны быть конкурентоспособны не только в России, но и на мировом рынке. Не для себя же просто. Мы должны, если мы даже будем производить, зарубежный будет лучше, люди будут покупать их продукт, не наш продукт. То есть он должен быть конкурентен на мировом рынке. Здесь, получается, должна быть и задача устойчивого развития, вот сейчас такая концепция, пошла экономика, чтобы и экономика цвела, и в то же время экология, вопросы экологии не страдали. И в то же время еще, чтобы было все это качественно, красиво. Ну да. Ну, чтобы человеку хотелось жить в этой стране, правильно? Хорошему, умному, здоровому, интеллигентному человеку хотелось жить в этой стране и дальше работать, развивать эту страну. Вот мы же этого хотим, правильно? Чтобы у нас никто... Благие намерения. Чтобы к нам приезжали лучшие люди со всего мира, так сказать, и развивали бы нашу страну. Это вот самое главное, конечно. И вот эти вот направления, значит, добыча и использования углеводородов для России, это особый такой вопрос, особой важности. Потому что сегодня большая часть российского бюджета, она складывается именно из вот этой отрасли. Это и продажа сырья, это производство и продажа продукции из этого сырья, произведенного, топлива, газа. Вот это приносит в бюджет почти половину дохода бюджета. То есть, если считать все, что, скажем, вот нефтяники производят, потом там вокруг какие-то другие вещи продаются, там двигаются экономикой. То есть, вот это все взять, это половина бюджета. То есть, если их исчезнет... Может быть, даже не больше, если учесть вот эти все переходы. Да, ну, я трудно сказать. И так я могу сказать, что там 45% бюджета, это вот складывается из налогов и поступлений, прямых поступлений из нефтегазовой отрасли. Вы знаете, даже Запад обидно Россию начинает называть, а страна это какая-то бесившаяся бензиноколонка. Ну, да, да, да. Ну, или говорят там вот проклятие, нефтяное проклятие. Да, да, да. Понимаете, это, наверное, говорят те, у кого нет нефти, да? Давидует. Которых нет нефти. Конечно, по-всякому к этому можно опроситься, но я думаю, что раз нам природа дала такие ресурсы, мы должны их рационально использовать, да? И, конечно, официально известно, что Россия обладает более чем четвертью мировых запасов газа и примерно шестой частью запасов нефти. Я думаю, что больше запасов нефти у нас, потому что у нас территория России громадная просто. Она до сих пор не настолько изучена, чтобы мы могли сказать, что да, у нас вот столько нефти, например. Да, у нас есть территории, на которых ничего неизвестно. Шельф, например, практически полностью не исследован. Да, есть только отдельные там участки этого шельфа, которые близко, скажем, располагаются по тереку. Вот знаете, я даже сегодня, Данил Скарлович, слышал, опять открыли совершенно какие-то гигантские миллиардные запасы в Арктике. Да, гигантские запасы газа. Значит, там говорят, что это там превышает все, вот там чуть ли на одном уровне со странами Персидского залива запасы. Большие запасы, да. И, ну, добывать их практически невозможно в существующих технологических условиях. Да, совершенно верно. Вот. Вот, и, конечно, вот все эти проблемы для России, они совершенно очевидны, их нужно развивать. Поэтому вот центр этот создан, создается, вернее, на базе вот наших университетов. Вот. И задачами этого центра являются, ну, три, по крайней мере, задачи. Во-первых, обеспечение страны, значит, доступными запасами нефти. В данном случае мы про нефть говорим, да, про газ. С газом у нас проблем как бы нет, да, пока. Вот. Проблемы у нас с нефтью, да. Всегда говорят, у нас запас уменьшается, вот падает объем запасов, которые можно легко добыть. То есть мы говорим доступные запасы, да. Вот у нас задача такая, обеспечить Россию доступными запасами еще там на 50, на 100 лет, скажем, да, чтобы было. Чтобы было, мы могли выбрать из этих запасов. Эти вот пока не будем разрабатывать, вот эти разработаем пока, которые были доступны, там, больше будем развивать территории. И добыча полиеноскопаемых в России, она еще связана с развитием территорий. Вот в тех, значит, стратегиях научно-технологических развитий России есть особый, тоже, значит, особый пункт, особый раздел, который связан с развитием территории. То есть у нас огромные территории, которые являются, ну, которые сегодня не используются, не обживаются. Там нет инфраструктуры, люди туда не едут, потому что там даже приглашаем даже на станцию. Три четверти страны малолюдные абсолютно. Да, малолюдные. И, конечно, нужно осваивать, главное не портить природу, осваивать ее, значит, эффективно, экологично, вот, рационально. И первое, то, что, значит, является такой экономическим, скажем, стимулом, это добыча полиеноскопаемых. В частности, добыча углеводородов. Поэтому добыча углеводородов еще работает на другие, значит, приоритетные направления, на освоение территории. Не только, скажем, территории, которые связаны, скажем, Восточной Сибири, Западной Сибири, там, да, на шельфе, но также и вообще в Мировом океане, например. На шельф Антарктиды, в Антарктиде вообще, да, в принципе, это же не то, что мы там будем что-то добывать, а вот как-то нужно осваивать, для каких-то целей нужно, можно же использовать ее, да, и шельф можно использовать. То есть, это мы говорим о том, что не только голое добытие, вахтовым методом выехали вахтовики, сидят в бытовках, пьют водку, и там будет время-то времени. А вот там стоит качалка, а вокруг нее цветущий город-сад. Ну да, ну, освоение, это более такое, емкое слово, да, скажем, не то, что там будки привезли, там уехали, приехали, уехали, деньги заработали, нефть табыли, уехали, да, конечно, нужно развивать территорию, строить дороги, это и туризм будет развиваться, знаете, сейчас вот очень интересно, вот во время пандемии стало, да, люди начали ездить по России, хотят заехать там на Камчатку, какие-то дикие места начали посещать, все это развивается, мир меняется. Вот. И вторая задача, которая, значит, в этом центре мирового уровня будет развиваться, она связана с тем, чтобы на территориях, на которых уже есть инфраструктура, вот, например, есть Ромашкинские места в Артении, есть Альметьевск, Бугульмарин, Нагорск, Бавлы, вот есть города, где есть кадры, где инфраструктура, трубопроводы есть, значит, бочки для хранения нефти, все это есть. Советское наследие. Да. Там, говорят, нефть кончается, да, то есть вот там добывают нефть, которая очень дорогая, говорят, нефть, вот там в этой жидкости, которую добывают, особенно в Западной Сибири, да, в жидкости только 5% нефти там, 10% нефти, все остальное, вода. Да, примерно так же, да, вот, а мы говорим, да, действительно, ну, это так, но дело в том, что мы добываем, мы же можно добывать только 40% нефти, остальные 60% остаются там в земле. Коллеги, давайте, вот, на основе этой инфраструктуры, которая существует, скважин этих людей, которые там есть, социальные инфраструктуры, детские сады, школы, магазины, города, все это есть, давайте остальные 60% тоже добудем. Вот, наверное. Понимаете? Наверное, в этом мы, это и закралось в названии нашего научного центра мирового уровня, рациональное освоение запасов. Да, и мы говорим, коллеги, давайте вот мы тоже будем делать технологии, которые позволят нам и остальные, может быть, не 100%, остальные, там, давайте еще 20%, остальные 20% добудем, да? Рациональное относительное мосторождение. Тем более, все у нас есть. Когда мы едем на Восточную Сибирь, например, да, мы должны дороги прокладывать, скважины будет, это очень дорого, это нужны вложения, а здесь никаких вложений не нужно. Это просто нужен тунец, который, вот, мы говорили до сих пор, что мы не можем ее добыть, надо просто разработать технологии и добыть ее. Вот, вторая цель заключается в этом, и мы говорим, что да, такие технологии существуют. Да, наверное, мы неправильно разрабатывали, мы всегда, так, задним умом, как бы, сильные, да, мы неправильно, тут неправильно делали, тут неправильно. Понятно, это время такое было, да, и все люди, как бы, думали, что да, это вот так разрабатывалось, других примеров не было, а сегодня мы понимаем, говорим, да, коллеги, действительно, это можно сделать по-другому, сегодня еще не поздно это, как бы, изменить и добыть то, что мы считаем сегодня не можем добыть, да? Вот, помните, был у нас такой наш казанский академик Никипелов, который... Не примеров. Не примеров, да, прошу прощения. Не примеров, он возражал против парафинизации, когда он писал кучу записок, он писал большие труды на тем, что вот у нас Татарстань, там нефть нерационально используется, поскольку там происходит запарафинивание скважин, что там какой-то там холодный режим используется, я не очень-то владею этим вопросом, но вот он боролся за рациональное освоение, за то, чтобы извлекать как можно больше нефти, не интенсивно, не портим месторождение, а бережливое отношение к месторождению. Ну да, понятно, ну да, можно, конечно, действительно, не примеров, предлагал очень интересные технологии, но то, что вы сказали, это связано с тем, что мы закачиваем, когда холодную воду, мы охлаждаем пласт, становится холоднее, холоднее. Происходит запарафирование. Если мы, скажем, мы нагревали бы, сейчас бы нефть тратили на нагревание вот этой воды, да, закачали бы теплую воду, да, действительно, это было бы лучше, это нужно было считать, что вот выгодно ли это. Ну, в те времена люди посчитали, сказали, что нам это невыгодно там, и вот нам нужно обязательно там 7 ноября вот там 30 миллионов тонн там добыть, да, или 100 миллионов тонн добыть. То есть это было свое время, там были свои правила, так сказать, трудно критиковать это, да, у каждого времени свои лозунги, свои правила, свои законы, так сказать, так было выгоднее, наверное, так было нужнее. Ну, сегодня вот мы имеем то, что имеем, и мы должны на этом, основываясь на этом, сделать так, чтобы вот будущим поколениям было лучше. Мы бы эту нефть сегодня на этих территориях, где уже люди работают, готовы работать, их дети работают, их внуки готовы тут работать, да, мы бы добыли еще столько же нефти и еще столько же добыли. Это возможно, в принципе, да. Это вот вторая цель научного центра мирового уровня. И третья цель связана с тем, что некоторые виды нефти, мы их не можем добыть, потому что они уже твердые, они там вязкие даже, или даже уже твердые, да, вот. Как их добыть, не знаю, их надо, конечно, нагреть, но это очень дорого, да, надо что-то... И вот здесь можно придумать разные, разные, так сказать, технологии, они, конечно, дорогие, вот они будут удорожать, вот эту, значит, себестоимость увеличивать, добываемое нефть. Но, тем не менее, если использовать очень хорошую технологию, и учитывая то, что у нас уже есть инфраструктура, нам не нужны вложения дополнительные, действительно можно добиться того, чтобы эта нефть также была конкурентоспособна на мировом рынке. Это возможно. Вот три цели этого научного центра мирового уровня. Они абсолютно коррелируют вот с теми задачами, с теми стратегиями, которые в нашей стране сегодня приняты до 30-го года, там, дальше до 50-го года. Вот, и, значит, мы стремимся, вот мы стремимся все четыре вот компаньона, четыре, значит, университета, каждый делает вклад в каждую из этих целей, да, одни в одну цель больше делают, другие в другую цель больше делают. Вот уфимские нефтилы, они больше, скажем, специалисты, вот, в бурении, например, да, Сколтех, он больше специалист, скажем, в создании там специальных условий, там, гидроразрыва, условий добычи высоковязкой нефти, там, Губкинский университет, он классика, да, это методы повышения нефтеотдачи, используем различных реагентов, промысловая химия. У нас это поиски месторождения, разведка месторождения, контроль за разработкой. И также, вот, мы сегодня разрабатываем совершенно новые методы, используем катализаторы, называемые технологии нефтепереработки под землей. То есть, какие нефтепереработки под землей? Да. Подземный крекинг, да. Подземный, ну, не то, что крекинг, мы закачиваем там тепло и катализаторы, да. Есть прекрасные примеры, которые, вот, мы уже в уходящем году и в прошлом году уже начали применять. В ТАТ нефти, за рубеж нефти, вот, на Кубе, до сих пор скважина, в которой мы вот эту операцию сделали с закачкой тепла и катализаторов, она до сих пор, как бы, дает нефть. И, причем, она совершенно, вот, среди остальных скважин, она совершенно уникальна является. До сих пор она дает, у нее очень хороший дебет. То есть, эти технологии работают. А 4-5 лет назад нам говорили, над нами смеялись, говорили, какая нефтепереработка под землей? О чем вы говорите? У нас вот нефтепереработающие заводы, нефтеперерабатывающие есть, да? Вот. Вот такая ситуация. Вот мы этими всеми задачами занимаемся. И, знаете, вот, я слышу, я вот, может, продолжу дальше, вот, по НСМУ, мы поговорили с вами, с вами, да? Я продолжу вот о чем. И нам говорят, сегодня все ведь говорят о зеленой энергетике. Вот вы как раз мне хотели спросить об этом, да? Да. Зачем? А вы занимаетесь нефтью? Ну, вроде уже. Да. Поля завязывать, ведь уже, вот, некоторые говорят, эра нефти закончилась. 21 век, а вы тут? 21 век, эра нефти закончилась. Я приведу одну фразу такую, скажу одну фразу. Говорили, сто лет назад сказали, эра угля закончилась. Сегодня Китай половину энергии производит из угля. Да, до сих пор. Соединенные Штаты Америки 25% энергии получают из угля. Это самое грязное топливо. Это вот, представьте, регионы, где топят топливом, да? Углем. Ну, Кузбасс, например, да? Сегодня там формировался научно-образовательный центр, у которого главная задача – это сделать этот регион зеленым. Потому что люди задыхаются там, да? Или вы помните фотографии там из Китая, да? Там, где промышленный регион, там такой смог. Или там 52-го года смог в Лондоне, да? Значит, там ситуация такая получилась. Вот все помнят, трубочисты, это вот Западная Европа, Лондон, это профессия такая, да? Черный Лондон. Это вот все оттуда. То есть, получать энергию из угля – это ужасно. Сегодня, даже если мы бы уголь заменили на газ, наша планета бы, знаете, позеренела бы. Реально, вот, да, было бы. Эти города бы очистились. Это экологическое топливо, газ на самом деле, сегодня. Почему, вот, скажем, мы говорим про нефть? Почему мы не поворачиваемся вот в сторону зеленой энергетики, возобновляемой энергетики, там, ветровой, солнечной, там, гидроэлектростанции? Ну, вот, мы действительно, вот, и я, уважаемый телезритель, я вот, я, когда смотрю вот всю эту пропаганду возобновленных источников энергии, VIA, так называемых, коротко так называем, и я вот вижу, когда там Илон Маск, вот это наш всемирно известный мировой изобретатель американский, он достаточно крупные проекты делает в этой области, вот, были у него Солар, вот это проект по аккумулированию и аккумулированию электроэнергии, все эти его электромобили, которые, Тесла, которые сейчас фактически лидеры стали в автостроении, его компания по электромобилям, вот, и мы вот это все видим, видим и думаем, ну, зачем вот эти вот нефти, вот, ну, это что-то такое грязное, что-то такое вот, загрязняющая экология, когда есть красивый электромобиль, подъехал, на зарядке зарядился, все это от него даже, ни выхлопов, ничего, даже он бесшумно иногда едет, в отличие от вот всего того, что есть, и закрадываются сомнения, зачем нашему университету все это вообще надо, Даня Скарловича, объясните, пожалуйста. Посмотрите, вот, на самом деле, очень много сейчас вот таких вот реплик, речей, что вот зеленая энергетика, давайте вот это, прекращайте с нефтью, вот давайте вдуматься, вот сегодня нужно какое-то количество энергии человечеству, да, и подумаем, сколько, какая доля этой энергии, значит, покрывается, производится за счет возобновляемых источников. Сегодня, на сегодня, это примерно 15%, то есть, включая все, ядерную энергетику, всего 15%. А, ядерную еще сюда включается. 15%, да, то есть, остальные 85% они производятся из угля, из газа, нефти, вот, то есть, из углеродного топлива. И, значит, мы имеем выбросы, значит, разнообразные выбросы, радиоактивные, в том числе, там, просто грязные выбросы, углекислый газ, изменение климата. А что будет, например, к 40-му году, через 20 лет? Самые оптимистичные прогнозы говорят, что возобновляемая энергия даст 25%. 25%. Остальную энергию откуда? Опять-таки из угля, из газа, из нефти. Почему, Даня, не скажешь, вот неужели это связано с более низкой себестоимостью производства энергии? Не только. Во-первых, конечно, вот все говорят, что зеленая энергетика, она экологична. Да, вот когда вы говорите про электричество, да, электричество это очень хорошо, оно экологично, это последний этап, так сказать, использования топлива, да. Конечно, бензин, это намного менее экологичный, потому что это выхлопы, углекислый газ, опять-таки, а электричество это, но электричество-то из чего-то надо произвести же, да. Так вот, сегодня только 15% этого электричества производится из возобновляемых, берется из возобновляемых источников. Остальные, 85%, они это из углеродного топлива. К 40-му году 25% только будет. Поэтому говорить о том, что вот сегодня эпоха угля и нефти, и газа закончилась, да, это неправда, конечно. И к 40-му году это не закончится. Какой-то прорыв, да, будет прорыв, огромный прорыв, может быть, скажем, в области термоядерной энергетики, да. Но пока этого тоже не предвидится. То есть, там есть непреодолимые технические сложности, которые сегодня, ну, люди не видят. Ученые не знают, как их преодолеть. Данил Карлович, а вот скажите, вот у нас СССР был один из лидеров по ядерной энергетике. Могу я привести Францию, где ядерная энергетика, она чуть ли не половину энергобаланса закрывает. То есть, там достаточно, вот Япония тоже с этим, ядерные станции на ядерном топливе, электростанции, они уже там не первый десяток лет существуют, уже технологии отработаны. Наш вот Росатом, целый концерн, который в промышленных масштабах эти станции клепает, делает, ставит, в том числе и за рубеж, делает поставки. И я одно время читал литературу, и все говорили, что вот эти возобновляемые источники энергии, самые оперативные, это действительно ядерная энергия. Потому что ветряки, то солнце, то его есть, то оно есть, ветряки, ветер есть, ветра нет, с водой там вообще проблемы, то есть, надо именно перепад высоты, чтобы именно там большое количество воды проходило, а какую-нибудь атомную электростанцию воткнуть, ее не проблема, там любое место, и понеслось. Вот, как бы, в Казани, вот, помните же, был у нас в Вятких, в Камских полянах. Да, в Камских полянах почти уже все построили уже, ну, там началась перестройка. Ну, не только, народ выступил против, там еще. Да, народ выступил против, это все заглушилось. А если бы это сейчас станция была, вы представляете, какой бы у нас был избыток вообще по электроэнергии в республике, и мы бы до сих пор на этом багаже спокойно выезжали и экспортировали бы электроэнергию. Вот, все-таки, а может быть, есть смысл больше в этом направлении двигаться? Ну, в этом направлении тоже происходит движение, да, но, тем не менее, одни страны, значит, продолжают развивать эту энергетику, другие говорят, нет, мы больше не будем этим заниматься, потому что есть риски. Чернобыль, Фукусима. Да, Чернобыль, Фукусима, вот, например, некоторые страны Европы, действительно, привели Францию, да, Францию, да, Германия, нет. Понимаете, то есть, это, опять-таки, люди оценивают риски, да, можно, скажем, 50 лет хорошего прожить, потом один раз, скажем, все случится, да, и все эти 50 лет, как бы, знаете... Не на ту кнопку нажали. Да, не то сделали что-то. Конечно, да, это вещь такая, да, это очень чистая энергия, на самом деле, реально это очень чистая энергия. Это небольшое количество топлива, все выбросы, значит, сконцентрированы в одном месте, все это захоранивается, то есть, выбросов никаких нет, ноль выбросов, по сути дела, да, но есть некие риски, связанные с какими-то природными катаклизмами, в основном, да, ну, в том числе и техническими тоже проблемами могут быть, да, что-то недосчитали где-то, и что-то случилось, кто-то, человеческая ошибка, человеческий фактор, и что-то случилось. И вот люди оценивают, говорят, да, 50 лет поработали, хорошо было, все, прекрасно жили, но вот в 51-м году что-то случилось, и все это, как бы, все эти плюсы, они превратились в минусы, да, все это аннулировалось, то есть, и люди решают, говорят, нет, давайте лучше вот другой вид энергии развивать, то есть, это сложно, это нужно принимать решение, я считаю, что ядерная энергетика – это хорошее направление, и оно действительно очень чистое и хорошее, правильное, но есть риски, и не каждый может принять решение, не каждая страна может принять решение, что давайте развивать. И потом перспективы тоже тут есть какие-то, да, конечно, есть тоже, это тоже не вечная энергия. Вот вечной была бы, скажем, термоядерная энергия, да, то есть, в принципе, вот, ну, а тоже не вечная, ну, принципиально, как бы, можно сказать, что да, это… Да сколько лет уже работает, и никаких правилов, то есть, это же в 50-х, 60-х годах начали еще трудиться, да, термоядерные. И заработки теоретически очень хорошие, но все дело в материалах, то есть, огромный поток нейтронов приводит к тому, что эти материалы просто распрепаются, их нужно каждый год, значит, новый реактор надо делать, то есть, нет таких материалов, которые смогли бы, скажем… Выдерживали бы, да, такую сверхадскую нагрузку. Да, и тогда, наверное, можно было бы создать эту термоядерную энергию, сказать, в больших промышленных масштабах, и, ну, к сожалению, пока вот сегодня в промышленных масштабах это не получается делать, и пока не видно вот перспективы, реальной перспективы, что мы сможем это сделать в ближайшей вот видимой перспективе. Вот такая ситуация. И, соответственно, мы работаем с тем, что есть, чем богатые. Ну, во-первых, в России есть нефть, газ есть, да, это нам природа дано, почему мы его, почему это не использовать? Будем использовать. Что бы ни было, эти ресурсы будут использованы. Какая бы энергия ни была придумана, наверное, я думаю, в любом случае, будет использована. И потом, это же сегодня, это огромный источник доходов в России, да, обязательно я опять возвращаюсь к тому. То есть для мира невозможность уйти от углеродной энергетики заключается в том, что у нас другой энергии пока нет. Это очевидно совершенно, да. И ближайшие там, по крайней мере, 20-30 лет не видно альтернативы этому. Источники, я тоже за зеленую энергетику, за ветер, солнце, за гидроэлектростанции. Ведь проблема на самом деле не в том, чтобы, скажем, у нас не хватает энергии на Земле, да. Если бы, скажем, ну, такой мысленный эксперимент такой. Если бы мы взяли и, например, в Южной Америке поставили бы гидроэлектростанции с одной стороны, с другой стороны, то, наверное, вот по энергии мы бы могли весь мир обеспечить электроэнергией. А как ее транспортировать, как ее хранить, эту энергию, в этом проблема. То есть если бы, скажем, мы могли придумать какой-то сверхповодящий кабель, не сказать, значит, высокотемпературный, да, мы бы проложили его в Атлантику, в Тихий океан, да, пожалуйста, Китай, Европа, Северная Америка. И без потерь совершенно. Без потерь совершенно. Мы могли бы ее транспортировать. Или там придумали бы аккумуляторы, которые бочками, или там, какими контейнерами загрузили на, значит, танкеры, или там, как называются, корабли большие, боржи. Да, проплывает такой большой аккумулятор. Увезли там, значит, ну, как это называется, огромные, значит, объемы энергии, да, Тарават, ты там какие-нибудь, увезли там в этих бочонках, перевезли в Китай, поставили, и, пожалуйста, заряжайте ваши автомобили. Ну, кстати, наши, именно наши пионеры, это, наши энергетики являются пионерами, вот, ледоколы есть атомные. Ну, да. Они подплывают к какому-то северному городу, к нему провода протягивают, и город раз-раз там все, электроэнергия может там от этого ледокола запитываться. Да, по полной, вот. И, понимаете, то есть, дело не в том, что мы, у нас нет на земле причин, причин в том, что, не то, что нет энергии, а причин в том, что мы не можем ее, не умеем ее хранить и транспортировать. Вот в этом проблема большая. То есть, эта проблема тоже, она решается, конечно, да, то есть, есть направления, которые, значит, стараются сэкономить энергию, да, экономия энергии делается. То есть, мы сейчас выпускаем, вот, представьте, если бы у нас были лампочки накаливания, которые грели воздух, да, сегодня мы, то есть, это источник им пользы, который практически не потребляет энергию. Ну, там, я не знаю, там, по сравнению с тем, что мы грели там атмосферу, да, лампочками накаливания, это же был кошмар какой-то. Понятно, что мы в этом направлении тоже движемся очень сильно, да, экономия энергии огромная получается, да, мы сейчас выпускаем, там, компьютеры, которые, естественно, намного меньше потребляют. Раньше это были компьютеры, которые там вообще потребляют. Ну, опять-таки, все больше и больше мы видим электромобили, и даже вот буквально на днях КАМАЗ уже... Да, вот вчера в Успром-Экспо был, была выставка, и там, значит, был представлен электромобиль российский КАМА-1, который КАМАЗ совместно... Такая разжиревшая ока, такая, но красивая. Понимаете, ну, это здорово, на самом деле, да, но просто сегодня в нашей стране, конечно, это экономически невыгодно, да, то есть, нужно, нет, нет, вот вы купите такой электромобиль, нет? Вы знаете, честно говоря, нет, знаете почему? Одно дело, я вот в городе, если катаюсь, там вот, из меня там надо доехать до университета от квартиры, да, это красиво, я выхожу такой, значит, скрошу такой красивый электромобиль, он без шума отъезжает, без шума, без пыли, приезжает в университет, а вот попробуйте ночью на трассу выйдите, там, да, условно говоря, вот сейчас зимой до набережных Челнов, например, поехать на этом, не дай бог, не дай бог, если нету ни сети заправок, непонятно вообще, что делать, если кончится заряд, это надо все время смотреть. Ключевое слово сказали, нет инфраструктуры сети заправок, да, можно сделать сеть заправок, кто это должен сделать, вот сегодня автомобилей, скажем, не так много, кто-то должен вложиться и сделать эту сеть заправок, да? Ну, вы знаете, я вот, честно говоря, в США был, когда меня это просто поразило, у них настолько эта инфраструктура этих энергозаправок вот этих для электромобилей развита, эти чержеры, вот эти вот, они даже на традиционных бензоколонках стоят, там никакой проблемы подзарядиться, они буквально там через полкилометра как-то идут. Фактор такой, да, чтобы они вот, особенно вот это в Южные Штаты, там Флориды, Флорида, вот там прям просто никаких проблем по инфраструктуре нет, а, наверное, в этом, если, когда мы придем к этому, то мы должны будем отказаться, наверное, от, действительно, от моторного топлива, если вот это разобьет. Не знаете, вот Крамулу скажу одну, такое нехорошее, хорошо, вот такое, значит, спорное, может меня будет критиковать люди, да? Давайте, давайте. Знаете, чего я боюсь, вот, да, вот, например, мы создадим эту сеть заправок, да, причем компании вряд ли на это пойдут, если только государство даст им какие-то преференции, скажут, налогов каких-то там, скажут, потому что, вот зачем, вот я, например, владелец там заправки, да, зачем я должен поставить вот эту вот эту заправку себе, да, бензин продаю, мне хорошо, тепло, там, я получаю свою прибыль, и мне говорят, поставь электрическую там заправку себе. Ну, рядом поставят какой-нибудь. Ну, пусть, а кто будет вкладывать в это деньги? То, что? Кто будет в это дело вкладывать деньги? Ну, во-первых, произошло же это в США, там бизнес вложился, плюс государство. Бизнес вложился, плюс государство. Государство дало бизнесу какие-то преференции, понимаете? Конечно, конечно. То есть, чтобы бизнес вложился, государство дало преференции. То есть, государство от чего-то отказалось, значит, выделило средства, или там не взяли какие-то налоги, скажем, да, то есть, государство на этом потеряло. Хорошо, создали мы эти сети заправок, да? Что дальше может произойти, знаете? Все купят Теслу и будут на ней ездить. Да. Не кажется, вам так? Ну, это короболы, конечно, да, конечно, если мы... И они вот это все накопят, и вот человек, который выезжающий с выхлопом, на него будут смотреть, как на протаженную... Нет, я про автомобили говорю, я про автомобили, электронобили, скажем, наши. Да. Вот мы производим электронобили, да? То есть, мы должны будем произвести электронобиль, который конкурировать должен с Теслой. Так ведь, чтобы мы их покупали. Нет, мы же как бы электронобиль, понимаете? Вот я к чему говорю, да, вот этот автомобиль сделали, его сейчас нужно развивать же, чтобы развивать, нужно накладывать на него деньги, правильно? Его должны покупать много, много людей, должны покупать сотни тысяч экземпляров в этом автомобиле, чтобы он развивался и получал средства, и как бы он производство, и, так сказать, его проектирование, улучшение запчастей, там, обслуживание, вот это все должно двигаться же так вот, да? Понимаете, вот, поэтому это очень сложная проблема для России. В России есть свои особенности такие, понимаете? Климатические особенности, особенности, связанные с тем, что вот, да, мы сырьевая страна, да, у нас много сырья, у нас огромная территория, и мы в своей стратегии должны на это опираться тоже. То есть, может быть... То есть, у нас есть особенности. Особенности, да, то есть, скажем, Швейцария, она, ну, у нее, да, у нее красивые горы есть, на что она опирается, да, они делают прекрасные туристические места, которые привлекают людей, там, построили гостиницы, они огромной дают им прибыль, но она, Швейцария живет не за счет этого, она живет за счет каких-то там высоких технологий, там, у них есть какие-то центры разработки, там, они привлекают всякие компании, которые, значит, пользуясь там какими-то преференциями, возможностями, значит, там развиваются, вот. Это одно, а мы, мы немножко другая страна, у которой огромная территория, у нас огромные сырьевые ресурсы, мы должны, вот, мы по стратегии тоже это видим, да? Плюс еще климатический фактор, да, у нас очень много, большая часть России, она холодная, вот, во время холодного времени года, эксплуатация электромобилей, это так себе удовольствие, во-первых, и разряжается быстрее, во-вторых, и, где это, вот, огромное растояние, как их вот это все поставить, то есть, это невозможно представить, например, чтобы где-то там в районе Бама, вот там, ну, вот, где-нибудь в Сибири, вот эти электрозаправки были, то есть, это какой-то совершенно космический уровень развития страны должен быть, чтобы вот это все пространство застраивать, застроить электрозаправками, Поэтому, скорее всего, действительно, вы правы, Данил Скорозович, что у нас, у России особенное стать, и мы связаны с углеводородами, нам повезло, что они у нас есть Да, совершенно верно И для нашей огромной, холодной страны углеводороды никуда не удеться, не уйти, ни к 40-му году, ни к 50-му, и, наверное, правильно, что, даже не наверное, а уж вы меня уже окончательно убедили, что Казанский федеральный университет совершенно правильно занимается этим вопросом Конечно, это надо заниматься, и серьезно заниматься, это огромные проблемы и огромное богатство нашей страны, которым надо заниматься и серьезно, и сделать все, чтобы это принесло пользу нашей стране Данил Скорозович, а вот возвращаясь к нашим родным пенатам, к нашему Татарстану Вот, Татарстан это такая Россия в миниатюре, вот, поскольку здесь и здесь нефть, здесь более того, 35 лет Татарстан, по сути, СССР кормил за счет его нефти Страна жила, построила огромное количество предприятий, по всей стране было построено за счет денег от продажи жидких углеводородов, 3 миллиарда тонн нефти выкачано, уж это тоже огромная цифра Вот, и у нас вот республика, вот, характеризуется сейчас достаточно стабильной нефтедобычей, она растет слабо, вот, нефть становится все хуже и хуже Татнефть, например, это уже больше похоже на водопроводную компанию, чем на нефтяную, поскольку нефти там 2-3 процента, остальное все вода, приходится воду закачивать, чтобы это все извлекать То есть, очень большая обводненность нефти, трудной нефти становится все больше, сернит из нефти, все хорошие, все хорошие запасы выкачаны, по сути, вот эти 3 миллиарда, которые в советское время, и уже там Россия немного застала Все оно это ушло, и вот, в чем вы охарактеризуетесь сейчас, вот, проблемы стоящие перед нефтяной отраслью Татарстана, перед, и как наш университет здесь может участвовать и участвует Конечно, мы самым непосредственным образом решаем вот эти задачи, которые перед Татарстан стоят, у нас очень интересные, большие проекты совместно с Татнефтью, вот, то, что я говорил уже о том, что вот у нас есть гигантское нефтяное месторождение, Ромашкинское Оно продолжает добываться Оно продолжает добываться, и там, скажем, мы говорим, да, там больше половины нефти, вот эти геологические запасы, которые там есть, они остаются под землей, их надо добыть, разные технологии используют новые, так сказать, при этом, значит, мы не можем, абсолютно не должны загрязнять никакого загрязнения, значит, увеличивать, ухудшать экологическую ситуацию в этом регионе, чтобы привлекать людей, мы должны строить там красивый город, чтобы люди приходили, чтобы талантливые там оставались работать, приезжали из других регионов, потому что это очень богатое такое место, которое еще много-много десятков лет будет давать вот продукцию, которая вот нужна, да, с другой стороны, эту нефть мы можем продавать куда-то, перекачивать куда-то, и сегодня почти половина той нефти, которую мы добываем, она перерабатывается в республике, то есть у нас есть крупнейший крупнейший нефтехимический завод, есть масса других предприятий, Оргсинтез, Танэко сейчас выстрелил, да, сегодня, да, и, в общем, у нас целый такой кластер нефтеперерабатывающий, нефтехимический, который сегодня, вот, практически, ну, грубо, половину этой нефти перерабатывают, остальную половину мы продаем, дальше кому-то там, и за рубеж продаем, смешиваем там западно-сибирской нефти, так сказать, да, то есть, часть этой продукции, которую выпускают эти заводы, значит, она, это, опять же, сырье, неконечная продукция, какой-то полупродукт, продается, дальше перерабатывается, да, сегодня, конечно, мир изменился, особенно, вот, Китай принес колоссальные изменения в экономику, в том числе, нефтепереработку, нефтехимию, значит, говорят, малотоннажную химию, как говорят, да, вот, и, в общем-то, малотоннажная химия, она очень важна, в каком смысле, в Китае, она позволила получить огромные прибыли, они покупали сырую нефть, ее перерабатывали, и получали огромную прибавленную стоимость к этой нефти, да, этих товаров, да, какой-нибудь композитный материал, материал, вот эти пластиковые игрушки, которые они для всего мира производят, да, это, нам кажется, что это, ну, это и мелочь такая, ерунда такая, на самом деле, когда этих пластиковых игрушек, миллион тонн, да, представляете, сколько это, какие огромные прибыли, мы продаем, там, за 20 долларов этот баррель, а они из него делают 2000 долларов, да, из этого барреля, там, или, как бы, да, это порядки, то есть, прибыли, то есть, эти тысячи процентов прибыли, вот. А у нас пока еще на этом направлении кони валятся. Да, и сегодня, да, они, конечно, вот, то есть, там продукция производится, там, 10 тонн, 20 тонн продукции, 1000 тонн продукции, сегодня мы пока живем, вот, немножко по инерции, может быть, у нас тоже идет трансформация этой отрасли очень сильная, может быть, не так сильно, не так быстро происходит. Сегодня продажи вот этих какой-то полупродуктов, продуктов объемами, там, десятки тысяч тонн, сотни тысяч тонн, это уходит в прошлое сегодня, да, то есть, можно производить какие-то полупродукты, достаточно дешевые, а чтобы получать большую прибыль, нужно делать какие-то тонкие вещи, тонкие продукты, малых объемах, для этого, конечно, нужны вот эти большие компании-монстры, они вряд ли могут все это освоить, нужны какие-то маленькие компании, которые, значит, получают этот полупродукт, тут же его перерабатывают, да. То есть, получается, речь идет о том, что у нас в республике надо создать огромный слой вот этих вот венчурных предпринимателей, стартапов, да. А вот нужно создать компании, которые бы, стартапы, да, стартапы, которые бы делали, сегодня эта работа идет, сегодня у нас есть Химград, там есть, есть какие-то, значит, другие виды технопарков, да, которые выставляют эти стартапы, выращивают их, но сегодня их очень мало. Глядя вот на те объемы продукции, которые производят наши нефтехимические, нефтеперерабатывающие предприятия, конечно, этих компаний сегодня очень мало. Их мало, их должно быть 10 раз, 20 раз, 50 раз больше, чем есть. Вот, Данил Скажевич, я могу вот привести в качестве примера нефтедобывающую отрасль США, вот как ее вообще изменило, то есть мы привыкли, да, что вот эти вот Стандартойл, вот эти Шелл, вот эти крупные компании, монстры, они вот все работали там, значит, вот на рынке нефти работают, а в США они в какой-то момент взяли и редко отпустили планки по дерегулированию, то есть они дерегулировали всю эту нефтяную отрасль, и в результате на рынок вынуло огромное количество предпринимателей на, вот, на добычу нефти, и у них число малых нефтяных компаний измеряется десятками тысяч, то есть, представляете, вот у нас, да, мы говорим, у нас в республике Татарстан малых нефтяных компаний 33-32 штуки, а в Америке, в Америке там, извините за выражение, может там трептизерша свободно от работы время пойти и открыть малую нефтяную компанию, получить лицензию на маленький участочек, нанять нефтесервис, приедет на нефтесервис, сделает ей гидроразрыв, польется сланцевая нефть, значит, продаст она эту сланцевую нефть, и обратно пойдет, у шеста крутится, неплохая прибавка к пенсии, не к пенсии, к зарплате, вот, и получается такая вещь, что вот этот весь сон маленьких предпринимателей с маленькими участками, они, и возник отсюда и феномен вот этой сланцевой нефти, когда были совершенно уникальные методы, вот за счет этой бешеной конкуренции, в мельтином секторе разработанной, возникла вот та самая сланцевая революция, которая в Америке до сих пор, в общем-то, ее не заглохла, она работает, она очень здорово повлияла на мировой рынок нефти, и может быть у нас в Татарстане именно возникнет такая нефтехимическая революция, когда будет много-много предпринимателей, создадут эти различного рода нефтехимические малые предприятия, будут работать над новыми технологиями, вот он будет выпускать, допустим, 10 тонн от своей продукции в год, 10 тонн это немного, но эти 10 тонн будут стоить столько, что и весь мир будет расхватывать, если это очень редкие совершенно продукты, элементы, инновационный продукт. Поэтому, уважаемые телезрители, готовьтесь, ориентируйте детей на то, чтобы они занимались этой отраслью, поскольку у нас в Татарстане пока все хорошо, с большими объемами, строятся этилейники-миллионники, там добываются миллионы тонн нефти, перерабатываются миллионы тонн нефти, есть промежуточная переработка тоже, сотни, тысяч тонн этих переделов, но вот маленьких, маленьких производств, их мало, их остро не хватает, и те, кто зайдет в эти производства, они станут миллионерами и даже миллиардерами. Да, Данис Карлович? Запросто. Запросто? Запросто. Уже есть, да, примеры? Нет, конечно, есть примеры, но, конечно, в России немножко это сложно, потому что вот эта инфраструктура, правовая инфраструктура, финансовая инфраструктура, наличие венчурных компаний, венчурного финансирования бизнеса, оно, конечно, сдерживает развитие вот этих малых компаний, потому что, ну вот сейчас гильотину это принимают, говорили о гильотине много, то есть очень много, конечно, припланов на эти пути, например, в Соединенных Штатах они говорят, вот сегодня 100 скважин закрыли, на другой день цена нефти водоросла, вот 50 открыли, да. У нас, чтобы закрыть скважину, открыть скважину, нужны месяцы, а там это делается в неделю, да, то есть там рынок труда совсем другой, то есть наем людей совсем другой, вообще система другая, там ментальность другая, поэтому этих людей, да, предпринимателей, вот приводили пример, скажем, такой, да, то есть это немножко по-другому, в России все по-другому, и, конечно, сегодня надеяться на то, что вот сейчас люди ринутся и будут покупать вот эти вот полупродукты и начнут там выпускать что-то такое, да, хотя это вполне возможно, и для этого, конечно, нужна очень такая мягкая, правильная, умная инфраструктура, как правовая, так и финансовая, то есть... И госполитика, да. Да, люди должны взять кредиты какие-то, потом они должны быть не очень тяжелые, там, не с большими процентами, должна быть система возврата кредитов этих, да, вот, и все это должно быть как-то вот государством поощряться, там, ну, должна быть эта целая, огромная инфраструктура, вот, правовая должна быть, да, в этом направлении, и, конечно, над этим надо работать, а, в принципе, вы абсолютно правы, то есть у нас столько этого продукта, который можно перерабатывать инновационным образом, да, и получать прекрасные, интереснейшие товары, продукты, вещи, которые можно, могут быть востребованы во всем мире, абсолютно. Абсолютно, да. Еще в качестве примера можно привести, не знаю, да, не скажешь со мной, вы согласитесь, не согласитесь, поликарбонат. Вот, вот, наш советский арксинтез, да, это, с советских времен завод, там, в начале 70-х, где основные производства были построены, он так же и мог, да, вот, делали бы полиэтилен, да, там, как улучшали какие-то там марки, допустим, линейный полиэтилен, но там какой-то совершенно предпринимательский дух в одном месте возник, и они подумали, вот поликарбонат, востребованная вещь, и сделали вот это вот нефтехимическое производство поликарбоната, и оно сейчас очень здорово вносит огромную лепту в финансовую копилку самого арксинтеза, стало весьма значимым производством, и казанский поликарбонат, он достаточно, колес уходит, все улетает, оказывается, действительно, даже мировой рынок испытывает большую потребность в поликарбонате, и ведущая компания мира сейчас на перегонке вот эти поликарбонатные производства запускают, вот БАС можно, например, там совершенно потрясающая у них линейка поликарбонатов, и вот пример, подход инновационный, предпринимательский, когда можно взять, сделать какой-то востребованный продукт в условиях нашей татарстанской там нефтехимии с ее большими объемами традиционных продуктов, и наверняка будут еще какие-то проекты. Конечно, много интересного. Вот есть предприятие Денофлекс, например, да? Да. Я знаком с этим предприятием. Они выпускают там упаковку какую-то, такой пластиковую, не пластиковую, упаковку разнообразного вида такой. Вот, казалось бы, что это такое? Оказывается, огромный объем, огромный спрос этого дела. Сегодня вот все мелко фасуется, да. Эта упаковка должна обладать какими-то уникальными функциональными особенностями. Не пропускают туда, пропускают сюда, там, садят кислород, значит, не окисляется, бактерии не живут там, и что-то такое. Ну, в общем, короче, масса возможностей существует. Есть такая маленькая такая ниша, которая привела к тому, что вот отличный предприятие развивается. Прекрасно. Есть масса других примеров, которые вот... Главное, надо придумать. Иногда бывает такой продукт, который востребован уже, да? Иногда, значит, инноватор должен придумать продукт, которого его еще нет, он не востребован, но он должен его сделать, и тогда он будет востребован. Это самый идеальный вариант, когда ты новый продукт придумал, и он вдруг взорвал там весь рынок, скажем, да? Конкретный пример тоже. Вот композитные материалы сейчас. Да, очень много. Это на ура просто идут, особенно вот даже вот тот же Путин, например, совершенно где-то вчера или позавчера выделил совершенно нашу Алабугу, где там композитный материал делают для производства авиалайнеров, авиатехники. То есть там совершенно большие возможности по композитным материалам, линейка, совершенно огромное поле. Вот в этом направлении, наверное, да. Но это бывает такой продукт, который вот, например, какой-нибудь ободок в окошке, например, в каком-нибудь там, я не знаю, самолете, например, он из специального пластика делается, да? Ее, может быть, нужно в год там 20 тонн, да? Грубо говоря, я не знаю там. Вот его выпускать, оказывается, и найти этот рынок, да, сделать, это, в общем, колоссальная возможность. Ну, для этого нужно думать, конечно, смотреть рынок, смотреть, изучать его, знать надо, знать особенности этого рынка. И самое главное, придумывать новые продукты. Данис Канковский, вы считаете, что республика все-таки движется в правильном направлении через вот эти все технопарки, через поддержку? Абсолютно, конечно, абсолютно. То есть молотонашку, поддержка молотонашки? Абсолютно. Это целая такая отрасль, которая вот республике нужна колоссально. Когда мы, значит, начинали заниматься вот продвижением вот этого направления республики, мы говорили, что да, это должно стать каким-то одной запор республики, развития республики, да, в будущем. И давайте вот в этом направлении готовить специалистов, готовить людей, которые могут, значит, делать инновации, могут быть предприниматели, могут возглавлять компании маленькие, развивать их. Вот. Это очень важно. И мне кажется, надо республики в этом направлении. И, в общем, движение есть, но пока, конечно, медленное. И наш Казанский университет принимает действительно посильное участие в этом движении? Да, конечно. Готовим специалистов? Да. Ну и у нас, на самом деле, такая образовательная инфраструктура огромная. Это и КХТИ, это и филиалы КХТИ есть, да, есть другие, значит, среднеучебные заведения, есть колледжи в этом направлении. То есть, в принципе, у нас все это есть, но нужно просто этим делом серьезно заниматься. И то же самое можно и к технологиям вот этим, молотонажным, уникальным технологиям. Сейчас же очень большой интерес к экологическим. Вот не все пластики, они экологичны. То есть, они, некоторые испаряются, там, выделяют канцерогены разнообразные. То есть, вот это направление тоже надо изучать и говорить, да, вот этот пластик, он не очень хороший. Делать лучше, показывать, значит, подтверждать это, проводить исследования. Это здорово. Люди сейчас любят экологичные вещи. Есть средний класс, который хочет, чтобы у него все было деревянное, там, да, какой-то, или там, пластик был такой-сякой, да, хороший. И если они узнают, что вот этот, оказывается, пластик, он, значит, выделяет что-то, или у меня есть бутылки, вот эти, которые продают 20-итровые бутылки воды, если они попадают, скажем, на них вода ультраветооблучение, там образуются вещества, которые являются канцерогеном. Об этом немногие знают, да, вот, пожалуйста, пример такой, да, эти бутылки нельзя хранить. Даже, правда, есть такая проблема утилизации пластика. Вот мусоросжигание. Классический случай, когда поливинилхолхлорид сжигается, вот, ПВХ — это такой распространенный материал, там, без него сейчас наш быт невозможно представить. А оказывается, когда этот ПВХ сжигается, то у нас образуются диоксины, да, в очень больших размерах, и поэтому, как бы, вот даже было очень сильное движение против мусоросжигающего завода, который хотят новосиново строить, у нас приказание, что если вот мотивировка такая, будет попадать этот ПВХ-пластик туда, будет, и вот, будет в диоксины, конечно, это все будет улавливаться, это все безопасно, но там вопросы вот есть именно по выходным, по выходным параметрам, вот. А если бы вот этот ПВХ-пластик заменили каким-то другим пластиком с теми же характеристиками, но не выделяющим при горении, при утилизации, то есть мы должны уже про пластик думать, что он должен ведь еще и утилизироваться. И так необходимо обдумывать полный цикл этого пластика. Полный цикл, да, возвращаться обратно. Создание, жизни и смерти, как бы, да, унистражение. И возрождение. Тогда, да, и вот потом, да, может быть, там, циклинг какой-то, да, то есть переиспользование. Вот делают то же самое, отработанный пластик, из него, например, могут делать какие-то дорожные покрытия, или какие-то элементы декора. Ну да, примите, во всякой проблеме есть разные аспекты. Есть аспекты экономические, экологические, да, но очень часто экологические аспекты, они не против экономических работают, да. Либо так, либо эдак. Да, здесь уже государство должно умешиваться, оно должно создавать такие правовые, правовую инфраструктуру, которые бы предприятие заставляло, чтобы им было выгодно экономически, значит, вот это делать, да, экологичность соблюдать. Да, вот это, конечно, наверное, и в законах тоже у нас пока много пробелов таких, да, потому что сегодня мы не думали о том, что, ну, пластик загрязняет, загрязняет, ну и что, скажем, загрязняет. У нас не было там законов таких, которые были посвящены, поэтому экологичность у нас не всегда экономична. То есть на Западе мы видим экологичность экономична, оказывается, да. То есть там как-то это, ну, не во всех странах это тоже, опять-таки. Это очень хорошо, например, как говорят, Швеция завозит мусор, ну, если такое выражение, да. Сегодня в России мусор завозить не собирается, потому что у нас своего полно, во-первых, да. То есть сегодня у нас эта проблема решается, наверное, по-другому немножко. У нас территория большая, там еще что-то, да. Земли хватает. Да, земли хватает. Отравить, пожалуйста. Да, тут можно выбросить, там можно выбросить, да, как бы. Ничего страшного. Конечно, борьба с этим идет, но, тем не менее, ментальность пока людей не поменялась в этом направлении, вот. И, конечно, должны быть законы. То есть государство тоже должно за этим как бы не отставать. И финансовые вещи, инструменты должны быть, и правовые инструменты должны, все должны, так сказать, успевать вперед даже двигаться, да. И, конечно, вот в науке и образовании тоже. Вот то, что одно дело, скажем, мы сейчас занимаемся, да, мы занимаемся нефтью, но это ведь не вся проблема, да, вот проблема есть и в экологии проблема есть. Потом действительно есть проблема изменения климата. Она есть? Да. Есть проблема, то есть, да, сегодня есть противники этого дела, да, говорят, да, все это надуманно. То есть, и очень часто бывают такие вот выступления, значит, речи, которые действительно немножко перегибают эту проблему. То есть есть проблема, это существует. Но иногда я вижу, что вот эта проблема перегибает. Как бы говорят, что да, вот все, мы тут сейчас через 20 лет, все будет капут нам, тут все мы перегреемся, тут растопится все. Да, вот даже изменение климата, например, да. Ну, если вы, если, скажем, я скажу, что вот изменение климата, главные факторы изменения климата, они природные. То есть есть вот глобальные факторы, которые влияют на климат, да. И, конечно, на климат влияет парниковый эффект, выделение углекислого газа, выделение метана, скажем, влияет, да. И эти проблемы, они реально существуют, и мы их тоже изучаем. Мы эти проблемы, может, они станут, скажем, острыми, очень острыми через 20 лет. Настолько, что все население будет понимать, да, это действительно проблема, мы это все решаем, мы даже тратим на это деньги. Все государства принимают, подписываются протоколы и говорят, да, мы будем учитывать, сколько выбрасывают, сколько, значит, забирают обратно в землю, закапывают там это углерод, да. То есть этот платит, этот получает деньги. Это все будет, это будет через 10, 15, 20 лет. К этому идет. Есть вот углеродный налог, который европейцы сегодня... На торговле квотами, на обрацах. Это будет реально, поэтому в этом тоже нельзя оставать. Занимаясь нефтью, вот этим тоже нужно заниматься. И мы этим продолжаем заниматься. И мы, например, изучаем... У нас есть группа, которые занимаются исследованиями климата. Что было, например, в прошлом. Есть и давние прошлые, например. Я могу сказать так, например, где-нибудь там 60 миллионов лет тому назад температура Земли была, ну, там, не знаю, там, средняя температура была, ну, там, 25 градусов. Поверите, нет? Разные оценки есть, там, от 7 до 25 градусов. Может быть, это оценка, когда средняя температура, кстати, не было. На полюсах росли, там, пальмы. Понимаете? То есть, климат был вообще другой. То есть, на Земле климат может быть совершенно разным. Все зависит от масштаба времени, да? Последние там 25 тысяч лет тоже был очень разный климат. Значит, там где-то 12 тысяч лет тому назад была, значит, ледниковая эпоха, да? Малый ледниковый период был несколько сотен лет тому назад, да? Когда было очень холодно. И причины были разные этого дела. То есть, климат менялся не только из-за того, что вот мы сжигаем углеродное топливо, да? Да, углекислый газ выделяется. Но сегодня доказано, да, действительно, скажем, эмиссия, например, метана. Мы в два раза больше сегодня эмиссии метана из-за антропогенных причин. То есть, мы создали условия, да. Я даже читал исследование, что вот человеческий фактор, да, вот в эмиссию парникового, в эмиссию метана, он где-то, наверное, 4-5 процентов, а все остальное там, ну, там, те же самые коровы, например. Да, да, нет, конечно, я про метан говорю, да. Ну, метан, он примерно там на порядок, как бы, его меньше, чем углекислого газа, да? Да, да, да. Но он 20 с лишним раз более и более... Углекислая эмиссия, вот именно такое соотношение, что там 3-4 процента, а вот углекислый газ, ну, ведь тоже какой-то вулкан, извержение вулкана, и получить такое количество углекислого газа, что... Да, конечно, может быть. Промышленность одной страны там может там десятилетиями работать, и то и даже не выполнит это. Но тем не менее, углекислый газ тоже, как бы, выделение его увеличилось с начала промышленной, так сказать, эры, да? И мы должны, эти процессы, мы тоже должны изучать их, и мы их изучаем, продолжаем исследовать эти процессы. То есть мы идем в русле мировых тенденций, где этому вопросу уделяется очень большое значение. Да, 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 то есть мы не уходим, мы не уходим от этих проблем. Потом есть некоторые проблемы, скажем, которые мы видим в будущем, эти проблемы будут, да? Сегодня, да, проблема нефтью, это проблема, которую мы должны развивать, исследовать, сделать нашу страну богатой, да? И, но эта проблема, она имеет, виден ее, все равно виден ее конец. Я все равно говорю, что да, мы, наверное, на земле будем использовать зеленую энергию. Но, скажем, противники нефти говорят, мы зеленую энергию будем делать без нефти. Мы говорим, мы будем зеленую энергию делать с нефтью. Вот разница нашего подхода и подхода вот тех стран, которые не имеют нефти. То есть в этом разница, да? Они говорят, мы будем зеленую энергию делать без нефти, а мы говорим, зеленую энергию будем делать с нефтью. Это здравый подход, здравый. Да. И потом мы говорим, да, в будущем мы видим некие тенденции, которые будут, обязательно будут развиваться. И мы ими тоже занимаемся. Например, говорят о водородной энергетике очень много. Вот об этом я хотел тоже спросить. Это очень важный вопрос, водородная энергетика. Что такое водородная энергетика? Это означает, что конечным топливом будет водород. Окисление водорода, при окислении водорода образуется вода. И ничего больше. Чистая вода образуется. То есть это прекрасное топливо. То есть если мы будем получать энергию, в конце концов, из водорода, электроэнергию, автомобильную, для других механизмов, для чего угодно, да? Это было бы здорово. Но есть проблема, откуда взять водород, как его хранить, как его транспортировать. Это же опасно очень. Ну, опасно, да. Поэтому другое дело, надо поставить задачу, а дальше ее решать. Цель хорошая, красивая. Мы сжигаем водород, получаем воду. Никакого углекислого газа, никаких выбросов. Все прекрасно. Проблемы есть, но давайте будем их решать. И я думаю, что у этого процесса... А не тупик лета, да, не скажу. А у этого процесса в любом случае есть будущее. Я потому что читаю какие-то древние журналы 50-60-х годов. Там, во, водород, все будет на водороде. Водородные автомобили, водородные заправки, водородные корабли. Это хорошее, это кривая Гартнера, знаете. Да, да, и все это до сих пор уже, сколько лет уж прошло. И вот так вот. Опасный газ, опасный газ. Опасный, да. То есть надо научиться его хранить безопасно. Так вот, да. Это возможно. Возможно. Да. Транспортировать абсолютно возможно. Тоже возможно. Есть идеи, есть сегодня разработки, есть так. Сжигать вообще не проблема, да. Каталитическое там окисление этого водорода, там, выделение энергии, просто люкс, да. То есть все это можно делать. Теоретические разработки в этом направлении проводятся. То есть мы тоже этим занимаемся. Мы тоже в этом направлении хотим быть лидерами. Например, у нас есть такая идея. А вот может быть нам сделать так, чтобы, например, не добывать нефть из-под земли, да, а добывать водород. Под землей превращать ее в водород. Какая парадоксальная идея. Да. Примерно. Почему нет-то? Если это экономически выгодно будет на какой-то стадии. Вот, например, мы имеем под землей нефть, которую уже мы не можем добыть. Она такая твердая, там, лежит в порах. Совершенно нужно в кувалду, надо ее отклачивать, отпор, да. Или как-то гидроударом ее расшевеливать. Да, можно закращать туда воздух, поджечь, засыпать катализаторы. Я, грубо говоря, да, так, как не химик, да, я не химик, я геолог, геофизик. А дальше реакциями превращать его в метан, а из метана в водород, там, углекислый газ, который там будет образовываться, закачивать обратно, его использовать, там, он горячий, там, другую нефть, там, растапливать в другом месте, как бы, да. То есть, такие заводы подземные тоже можно строить, в принципе, такие, как бы, идеи, они существуют, витают в мире, да, вот. Это тоже одно из направлений, которое мы хотим развивать, двигаться, оно очень интересное направление, да. Есть направление еще тоже очень интересное, например, связанное с газогидратами. Вот сегодня говорят газогидраты в зоне вочной мерзлоты, есть огромные запасы газогидратов. Я привожу только один пример. Вот Япония, например, на своем шельфе имеет запасы газогидратов, метана, столько, сколько всего разведанных запасов метана в мире. Понимаете? Проблема. Проблема, как добыть этот метан. Проблема, как добыть, потому что он такой же, он же в желеобразном состоянии. Ну, нет, это твердые такие, это лед, сухой лед такой, да, ну, как сухой лед, да. Или желе, или твердый. При разработке этого метана, огромная часть этого метана может уйти в атмосферу. Да. Это огромная проблема может быть, да. Поэтому проблема добычи этого метана, она очень такая непонятная. Ну, знаете, не бывает неразрешенных проблем, да. Главное поставить задачу и правильно ее решить. А может быть, действительно, там, взять и подземную переработку сделать, и допустить. Ну, я не знаю, какую переработку, но тут много задач. Значит, сегодня китайцы говорят, что они там в Южно-Китайском море добывают метан. Вот этот, значит, газогидрат разрабатывают, да. И, в принципе, я был на конференции в Китае, где эти механизмы показывали, как они это делают. Действительно, очень красиво все это. И говорят, что нет, нет, ничто не уходит там в атмосферу, мы все добываем, используем этот метан. Потом этот газогидрат поднимается на поверхность, там они превращаются в метан, там выделяется вода, и метан образуется. У нас, по-моему, даже в Татарстане эти есть, если уж совсем далеко туда пробуриться, то можно найти этот газ. Нет, газогидраты образуются по определенному давлению и температуре. Вот в вечном золоте такие условия существуют. Например, у нас есть предложение. А я даже тут от нефти читал где-то, что они какую-то часть нашли. Нет, нет, газогидратов там нет. Там есть запасы метанов, метана газа, где-то ближе к поверхности, например. Есть такие залежи, очень при поверхности залежи. Но это вот при разрушении больших залежей метан мигрировал, там образовались какие-то ловушки, такие небольшие, такие залежи. Газы, они существуют, действительно, маленькие залежи газа попадаются. А здесь мы говорим о газогидратах, которые существуют в твердом состоянии в области вечной мерзлоты. Кроме того, есть у нас одна маленькая группа, которая чем занимается? Вот метан можно транспортировать в жиженном состоянии, да? А можно его превращать в газогидраты. Можно такие ледяные брикеты сделать, погрузить в контейнеры. В этих контейнерах создать температуру, там, 10 градусов и определенное давление. И они будут бесконечно долго там храниться, оказывается, можно так. В этих контейнерах, там, можно погрузить их на боржи и перевозить. А если делать технологию, которая вообще даже без давления, без температуры, можно же сделать? Ну, газ, он, это слишком большой объем будет занимать этот газ. Нет, вот именно. Сжать его? Да, его взять, сжать и... Ну, сжатый газ, он опасен, как вы говорите, да, все-таки там большое давление. А если вот есть, строят завозы сжиженного природного газа, его сжижают... Вообще весь рынок перевернул этот жидкий. Да, сжижает этот газ, грузит в эти контейнеры, вот эти бочки загружает, да, он жидкий, сжатие происходит 300 раз, например, там, больше даже 300, 300 в лишнем раз, объем уменьшается, да. А вот в этих газогидратных брикетах уменьшение объема 180 раз. Зато технология примитивно простая. Если для СПГ это нужен целый завод, то здесь это такая бочка, знаете, вот, туда газ пропускаете, там, температуру, охлаждаете, там, температура у вас уже есть, как бы, да, и из нее брикеты, вот эти вырезанные, значит, крузите в контейнере, закрываете контейнер, герметизируете его, там, создаете давление небольшое, ставите его на боржу и везете в Китай, как бы, да, то есть, такие способы транспортировки метана тоже могут быть, да, в принципе, этот способ тоже, он намного дешевле. Вот этот вариант тоже мы рассматриваем, кстати, тоже интересный вариант, с маленькой группой, которая этим занимается. То есть, даже, например, у вас есть, например, месторождение, где у вас довольно много газа, девать его некуда, что вы, травопровод построить очень далеко, это очень дорого, месторождение небольшое. Что он делает? Привозите этот реактор маленький, да, он у вас эти брикеты этого газа выдает, там, 180 раз его сжимает, вы грузите на грузовике, на КАМАЗ и везете его, там, скажем, за 100 километров, там, или за 50 километров, значит, на фабрику, куда превращаете его в газ и в трубу закачиваете, к примеру. Это тоже вариант. То есть, тоже надо считать экономику. Это как раньше в дачное хозяйство, вот эти баллоны привозили. Да, тут привяз брикет такой, и все, до свидания, можно целый год сидеть. Поставил установку, который его превращает в газ, нагрел, там, давление отпустил, и все, и пошло. И целый год можно сидеть. Да. То есть, такие варианты тоже рассматриваются. То есть, есть несколько технологий, которые вот мы рассматриваем тоже для будущего. Кроме того, мы говорим еще о том, что, вот, например, а может быть нам, раз мы пошли уже пластовую нефтеперереработку, а может быть нам электричество создавать в пласте. То есть, не добывать вот эту тяжелую, плохую нефть, сжигать ее там, да, окислять, сжигать там с катализаторами и превращать ее в электроэнергию. Да, КПД, наверное, не будет очень большим, там будет 5%, 15%, но мы не будем иметь углекислого газа на поверхности, будем иметь электричество. И все зависит от экономики, как посчитать. Экологические проблемы мы решим, мы все там захороним, там оставим, вот, а электричество добудем. То есть, тут надо считать экономики с точки зрения, с учетом экологии уже, да, если будет экономика с экологией, будет считаться. Тоже интересный проект. Интересный проект, то есть, есть масса интересных вещей, которые нужно пробовать делать, считать экономику, вот, и если они связаны с экологией, то они имеют будущее. Вот, Дарья Скорбович, я хочу, не знаю, вот своим сомнением поделиться, да, вот, не то что сомнением, а размышлением. Вот, буквально на днях Путин ездил в Тобольск, вот, Владимир Владимирович Путин. Был большое совещание по развитию нефтегазохимической отрасли, рассматривались крупные проекты. Естественно, Владимир Владимирович посетил заптип нефтехим, это вот сейчас флагман не только Сибура, но и всей вообще нефтехимической промышленности российской. Огромный совершенно завод, именно там он стоит рядом с источниками сырья, получается сверхдешевый полиэтилен, полистирол и прочие продукты. Вот, и вот в одних такой, в одно время вопрос, а что будет с Татарстанской нефтехимией, которая все-таки в советское время большинство производств построено. Оборудование уже устаревшее, выработанное, плюс мы зависимы очень сильно по поставкам, допустим, того же Газпрома, из тех же пропаны, этаны, поступают эти фракции. И получается такая вещь, что у нас будет производство дорогое в Татарстане, на устаревшем оборудовании, естественно, и качество будет страдать, а там вот сейчас возводятся какие-то крупные, вот там, в Тобольской глуши крупные заводы, и они вот Татарстан задавят. Может быть, выход есть в том, вот вы правильно говорите, должны быть маленькие вокруг этого же самого нашего Татарстанского нефтехима, маленькие предприятия, инновационные, которые там будут работать на более высоких переделах. Да, вот у нас есть в Татарстане такая продукция, но вот они будут ее брать, перерабатывать и делать, допустим, такие виды пластиков или там такие виды композитных материалов и прочего, которые будут на расхват на ура уходить, и у нас получится добавленная стоимость в республике будет гораздо выше, чем вот у этого Западнефтехима, который только базовые эти вещи производит, да, там базовые виды пластиков, около которого не будет вот этого питательного бульона в виде маленьких компаний, инновационных, нефтехимических созданных. Может быть, в этом выход есть? Или вы не согласны? Скажите. Нет, абсолютно вы правы. То есть, конечно, вот эта информация о том, что этот завод будет выпускать столько-то с чего-то, да, это было известно давно уже, да, как бы, когда... Ну, как давно? А ну, дело планы там, ну, построят это, да, еще. Ну, я думаю, что наши нефтехимики немножко об этом подумали раньше, конечно, так сказать, да, понятно, это требует каких-то вложений. Я думаю, что какие-то планы, конечно, существуют, о которых, может быть, я не знаю пока, да, но, наверное, они существуют, эти планы, да. Ну, кроме того, конечно, вот то, что вы сказали, как вот можно, как в шахматах, да, значит, ход можно, или как вот в карате или в японской борьбе, да, там какой-то вот удар, нужно использовать удар, как бы его сил надо использовать против, да, как бы, да. Здесь завод производит дешевый, конкурентоспособный, там, какой-то пластик, полупродукт, да, вот, если мы создадим здесь малые предприятия, ну, давайте будем у них покупать еще этот пластик, свой использовать, и еще у них покупать его будем, да. И на основе... На основе этого уже будем, вот, полу, на этих, на этих малотоннажной химии, как бы, да, модифицировать, делать какие-то... ...переработки, будем жить, как бы, да, потому что большое... Построить что-то большое, нужно большие вложения сделать, да. Сегодня, вот, мне не совсем понятно, ну, я не сильно разбираюсь в этой области, как бы, да, не могу сказать, какие перспективы в этой области, а перспектива одна. Сегодня понятно, что все очень замкнуто на экологию, и нужны, например, какие-то разлагаемые пластики нужны в большом объеме, да. Вот мы сегодня идем, покупаем, я вот сегодня не покупаю, стараюсь не покупать пластиковый пакет, не брать, а просто, не надо, не надо пакет, потому что потом я выбрасываю, я мне, как бы, вырасываю ее в мусорку, и у меня, как бы, душа болит за то, что я выбрасываю лишнее, я еще выбрасываю эти пакеты, как бы, да, то есть я лучше, лучше бумажный какой-то пакет, он, в конце концов, сгорит, там, сгниет, как-то, а пластиковый он просто так не сгниет, не сгорит, да, он выделит вещества какие-то и просто так не развалится, нужны какие-то, какие-то новые, вот даже упаковка, она должна быть... Многослойная, дышащая. Да, надо разрабатывать ее дышащую и какую-то разлагаемую, то есть нужны экологичные продукты сегодня. Эти продукты в своей основе, они не экологичные, они не... Вот их переработка, дальнейшая доработка до каких-то вот используемых с экологичностью, это вот была бы задача вот этих малых предприятий, компаний, которые могли бы использовать, то есть используя то, что они будут выпускать хорошего качества пластик, дешевый, давайте его покупать и переделывать. И таким образом может даже парадоксально получиться, ну и сидите там у себя в глуши Тобольской. Нет, ну они тоже думают об этом, понимаете? Фегастия, а мы тут создадим вот на базе нашего Казахского университета, с учатем нашего университета, выпускники нашего университета, создадут кучу производств таких маленьких, там будут по 10 тонн в год выпускать, ну чего-то такого уникального, что весь мир будет в очереди стоять. Конечно, конечно. Нет, совершенно верно. Сейчас только инновации, только использование совершенно современных технологий, так как скажем, даже в разработке, вот, да, используем там сквозных, так сказать, сейчас технологий, да, цифровых, не просто цифровых, сквозных технологий, то есть использование искусственных интеллект, в разработках, там всяких таких изучений рынка, во всем. Вот это сегодня важно, и сегодня важно все это делать быстро, находить рынки, делать, быть очень гибкими, что-то не понравилось улучшить, что-то двигать, то есть вот сегодня молодежь, она быстрая, сегодня доступ к информации колоссально быстрый, да, колоссальная возможность использования вот этих вот всяких штучек, там, компьютеров, там, для решения всяких очень сложных технологий, да, сегодня это возможно, и сегодня для молодежи, на самом деле, огромные возможности возникают, да, и любая такая возможность, вот, скажем, создание вот предприятия на основе вот этого продукта какого-то, да, вот продукт есть, дешевый, качественный продукт, давайте думать, что с ним сделать, какое предприятие создать, для этого, конечно, государство должно сделать какие-то преференции, значит, при университетах создавать какие-то технопарки, для того, чтобы выпускники не разбегались куда-то, а вот оставались в университете, создавали стартапы, а потом создавали предприятия, двигались, потому что в университете есть огромная инфраструктура, есть приборы, есть очень умные люди, есть специалисты гигантские, там, можно посчитать на компьютере все, что угодно, вот эти все сквозные технологии. Междисциплинарные возможности. Да, возможности и посчитать, и экономику посчитать, и сделать какую-то... Допустим, тех же физиков, химиков, физиков, экологов, все это вот... Сегодня вот этот потенциал университетов, конечно, надо использовать, его можно использовать, вот именно создавая какие-то технопарки. И государство сегодня должно думать о том, что, а что еще университетам не хватает для того, чтобы вот эта высокотехнологичная экономика вот это заработала, понимаете? А не хватает университетам вот этих вот технопарков, местные стартапы будем содержать, где малые компании будут развиваться, вот этих химградов в большом количестве. То есть у нас в банальном городе, например, ни один финград должен быть. Да, сегодня такие вот такие вот инфраструктуры у нас... Должно быть 10-15. Ну, она очень, очень, ее нет просто, эта инфраструктура, на самом деле, сегодня. Она должна быть. И вот, мне кажется, это колоссально важно сегодня. И, конечно, второе, это нужно создавать инфраструктуру финансовую и правовую вот для этих малых предприятий. Уважаемые телезрители, вот на этой оптимистичной ноте о том, что широкие возможности открыты в области использования, в области добычи, использования жидких углеводородов, широкие возможности по переработке этих жидких углеводородов для предприимчивых людей, которые могут войти, делать уникальный продукт, пусть молотонажный, пусть в маленьких объемах, но востребованный на рынке. Вот такие возможности они и есть. И наш Казанский федеральный университет очень серьезно работает над этим. И хочется поблагодарить нашего уважаемого гостя, проректора по научной деятельности Казанского федерального университета Нургалеева Даниса Карловича, за столь интересный экскурс в то, какие возможности и что сейчас можно сделать, именно прикасаясь с нефтегазовой промышленностью, в том числе и в нашей республике. Вот за это хочется большое, огромное ему спасибо сказать. Ну а с вами был я, журналист Бигбов Альберт. До скорой встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин